По левой мишени стреляли из АК-74, поперечник 15,5 сантиметров. Пойдем смотреть дальше. В двух метрах позади куста кучность. Справа у нас АКМ. Поперечник 18,5, незначительное ухудшение кучности, значительное количество пуль плашмя и овалы. Слева АК-74, поперечник 28, ухудшение кучности, часть пуль попадала плашмя и овалы. Тем не менее, ни одна пуля в сторону не улетела, и этой кучности достаточно для поражения целей за кустом. Как и у всех предшественников, в семействе АК-74 была версия со складывающимся металлическим прикладом АКС-74. Этот автомат предназначался в первую очередь для десантников, а также использовался экипажами танков и БМП. Но даже со сложным прикладом длина АКС-74 70 сантиметров в некоторых случаях была великовата. Например, при экстренном покидании боевой машины экипаж порой просто не успевал вынуть автомат из укладки. В чрезвычайной ситуации дорога каждая секунда, и вылезти из люка с относительно длинным оружием было сложно. Военнослужащим других специальностей также требовалось компактное и мощное оружие самообороны. С 51-го года в качестве такого оружия использовался автоматический пистолет Стечкина, но по дальности эффективной стрельбы АПС был слабоват. В 79-м году на вооружение приняли АКС-74У, укороченный вариант автомата АКС-74. АКС-74У поступил на вооружение гранатометчиков и экипажей боевых машин. Позже этот автомат получили и различные подразделения МВД. Сегодня чаще всего АКС-74У можно увидеть у сотрудников ГИБДД. Серьезным испытанием для автоматов Калашникова стала война в Афганистане. Выяснилось, что под палящим солнцем лак, которым покрыт приклад и цевьё, размягчался, прилипал к рукам и доставлял неудобства стрелку. Поэтому, часто получив новый АК-74, бойцы сразу же соскабливали с деревянных деталей весь лак. Самостоятельной доработке в полевых условиях подвергался и АКС-74. Металлический приклад, раскалившись на солнце, тоже мог обжечь стрелка. С этим неудобством боролись, обматывая приклад резиновыми жгутами или изолентой. Всего выпускалось четыре варианта АК-74 с постоянным исходным прикладом, а также их модификацией с ночными прицелами. В начале 90-х решили вместо четырёх создать один автомат, который заменил бы все предыдущие версии АК-74. Новой модификацией автомата Калашникова стал АК-74М. Литера М означает модернизированный. Основной особенностью автомата АК-74М стал складной пластиковый приклад. Он удобнее, чем металлический, с ним комфортнее стрелять при низких температурах. Кроме того, на автомате была установлена стандартная планка для прицелов. Любой автомат мог комплектоваться ночными или дневными прицелами. Была повышена конструктивная прочность ряда деталей. Основные боевые характеристики остались такими же. Вспомним, что своим появлением АК-74 отчасти обязан американской винтовке М-16, попавшей в Советский Союз из Вьетнама. Оба образца созданы под малокалиберный патрон. Калибр советского 5,45, американского 5,56. Интересно было бы их сравнить и попытаться понять, что же лучше, автомат АК-74 или штурмовая винтовка М-16. По дальности прямого выстрела американская винтовка превосходит отечественный автомат. Большая длина прицельной линии обеспечивает более точное наведение оружия, чему способствует и диоптрийный прицел. При стрельбе одиночным огнем американская винтовка превосходит автомат Калашникова. АК-74 имеет открытый механический прицел. Он менее точен на наведение оружия, но обеспечивает более быстрое наведение оружия в цель. При стрельбе автоматическим огнем превосходство остается за нашим автоматом, поскольку импульс отдачи нашего патрона меньше, чем американского. Автомат отличается высочайшей надежностью и поэтому показатели не имеет равных в мире. По своим боевым свойствам эти два боевых образца можно расценить как примерно одинаковое оружие. Интересно сравнить М-16 и АК-74М с точки зрения надежности. Удалось ли американцам превзойти в этом автомат Калашникова? Такие испытания неоднократно проводились специалистами ЦНИИ ТОЧМАШ. Как поведет себя оружие после контакта с водой? АК-74М стреляет без задержек. Винтовка М-16 сделала только один выстрел. Произошел отказ в работе автоматики из-за деформации затворной рамы и ствольной коробки. Следующее испытание устойчивость оружия к запылению в специальной камере. Пыль может стать причиной отказа автоматики. Но автомат Калашникова продолжал работу. М-16 смогла стрелять только одиночными выстрелами и то не без посторонней помощи. Оружие проверялось и на прочность. Сможет ли оно продолжать стрельбу после пятикратного падения на бетон с высоты в один метр? АК-74М прошел и это испытание. У М-16 задержка. Патрон уткнулся в пенек ствола из-за деформации магазина при падении. Сравнивалась и эффективность оружия. АК-74М пробил лист из броневой стали толщиной в 6,5 миллиметров. Винтовка М-16 оставила на них только вмятины. Как упоминалось выше, АК был принят на вооружение при условии, что работы по улучшению кучности будут вестись параллельно с серийным производством. С каждой новой версией автомата Калашникова кучность стрельбы становилась лучше. Тем не менее, конструкторы продолжали вести работы над улучшением кучности стрелкового оружия. По итогам опытно-конструкторской работы АБАКАН в 1997 году на вооружение российской армии был принят автомат Никонова АН-94. Автомат Никонова АН-94. Патрон 5,45 на 39 миллиметров. Масса в снаряженном состоянии 4,3 килограмма. Дальность прицельной стрельбы 700 метров. Начальная скорость пули 900 метров в секунду. Темп стрельбы 1800-600 выстрелов в минуту. Характеристики темпа стрельбы могут вызвать вопрос. Так сколько все-таки выстрелов в минуту делает этот автомат? 1800 или 600? Это как раз и есть одна из особенностей автомата Никонова. При стрельбе очередью АН-94 успевает совершить первые два выстрела за то время, пока стреляющий механизм совершает откат. То есть оружие остается стабилизированным, и стрелок получает импульс отдачи только когда две пули уже на пути к цели. Поэтому и получается, что первые два выстрела происходят с темпом 1800, а следующие, если не отпускать спусковой крючок, уже с обычным для автомата темпом 600 выстрелов в минуту. Дульный тормоз замкнутого типа выглядит несколько необычно, но он тоже существенно повышает стабилизацию оружия при стрельбе. Это значительно уменьшает смещение автомата с линии прицеливания после первого выстрела и улучшает кучность стрельбы. Все эти конструктивные решения позволили повысить кучность АН-94 в несколько раз по сравнению с АК-74. В полтора раза увеличилась и вероятность поражения цели. Другой способ повышения кучности стрельбы применен в автомате АЕК-971. В этом образце ковровские оружейники реализовали конструктивную схему со сбалансированной автоматикой. Дело в том, что во время автоматической стрельбы на само оружие действуют несколько разнонаправленных импульсов, создаваемых работой механизмов автоматики. Это приводит к значительным колебаниям оружия и, как следствие, к ухудшению кучности его стрельбы. Конструктивная схема оружия со сбалансированной автоматикой основана на том, чтобы погасить эти импульсы. Для этого подвижный механизм состоит из двух частей, приблизительно равных по массе. Перемещение этих частей согласовано по скоростям и разнонаправленно, а их удары в крайних положениях синхронизированы. Благодаря этому импульсы гасят друг друга и колебания от движения частей на корпус оружия при стрельбе не передаются. Остается только импульс отдачи от выстрела, который может быть значительно уменьшен применением эффективных надульных устройств. Схема со сбалансированной автоматикой облегчает удержание оружия на линии прицеливания и повышает кучность стрельбы очередями. В самом конце 20-го века многочисленное семейство оружия Калашникова пополнилось автоматами 100-й серии. За основу был взят АК-74М, но разработали новое оружие под автоматные патроны России и НАТО. Автомат Калашникова заложил мощный фундамент для последующей модернизации и совершенствования. И то, что оружие Калашникова состоит на вооружении уже больше 50 лет, не значит, что за это время не смогли создать ничего нового. Стрелковое оружие по сравнению с другими образцами военной техники самое консервативное. Непрерывно изменять систему стрелкового вооружения нецелесообразно в первую очередь по экономическим соображениям. Чтобы перевооружить армию на принципиально новый образец, создать мобилизационный запас, изготовить миллиарды новых патронов, необходимы колоссальные средства. Поэтому существующие сегодня автоматы еще долго будут находиться на вооружении. Современное стрелковое оружие практически достигло принципиального предела своего совершенства. А вот предела совершенства человека, который использует оружие, нет. Стоимный Город. Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Апиашвили Продолжение следует...